Друзья, всем привет! Меня зовут Сагиров Иван, это мой канал Мистер Кэт! И сегодня советы для новичков, и мы поговорим с вами за The Elder Scrolls 6. Стоп, стоп, стоп! Давайте сразу начнем по существу. Я недавно, недавно, ну не знаю сколько, 3, 4, 5 дней назад выпускал выпуск The Elder Scrolls 6, Мистер Кэт предсказывает. И, смотрите, что тогда было. И, как видите, появилось, друзья, появилось The Elder Scrolls 6. Я бы не снимал это видео, если бы не было этой информации. Господи, что со мной? Да, было интервью с директором по Bethesda, по играм The Elder Scrolls, и он очень, очень круто намекнул, почему ее сюда добавили. И, после этого, мне начали писать комментарии, друзья, что, типа, что ты дуришь. Действительно, смотрите, мы заходим опять в Википедию, и, друзья, теперь на 2018 год только The Elder Scrolls Skyrim VR на Steam. И все, The Elder Scrolls 6 убрали. То есть, вы хотите сказать, те ребята, которые пишут, что ты врешь, его нету там, я вот, пошел в Википедию, так, допишу-ка я The Elder Scrolls 6 в разработке, да, запишу видео, а потом, потом удалю, да. Ну, вы наивные, ребят. Там же все было на видео показано, что The Elder Scrolls была Вики, но после моего видео, почему-то ее удалили. Я не знаю, почему, я, конечно, не предполагаю, что это из-за того, что я сделал такое вот предположение. Ребята с Bethesda, черт. Он угадал, так, быстрее, быстрее, Вика, удаляй, удаляй это все, мы ничего, мы там только намекнули. Ну, представьте, если это так, представьте, если это так, ну, черт подери, ее удалили. Тогда, знаете, такая вот маленькая-маленькая надежда, что вот, 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 еще там лет через пять, а теперь, а может, Bethesda специально это сделала, как вы думаете? Напишите в комментарии, может, они сейчас все в тайне, в тайне хранят, а потом, бах, мне на 18-й год, а мы в 19-м уже выпускаем The Elder Scrolls 6. Как, как ты думаешь, друг, напиши, напиши в комментариях, потому что, блин, ребята меня вот этим вот задалбывают, пишут комментарии такие, блин, и, ну, ну, я вам все показал в видео. Я же не мог его смонтировать, черт подери. А сейчас нету, сейчас нету, нету, нету. Это пипец, как печально. Ладненько, теперь возвращаемся к Скайриму. Друзья, а теперь по советам Скайрима. В основном они для новичков, но эти вопросы, эти вопросы, на которые сейчас отвечу, мне очень-очень часто спрашивают на протяжении, наверное, года, друзья. И сейчас я на них отвечу. Их немного, но они такие, вы знаете. Во-первых, по поводу поместья, вот это вот. Это поместье Сверенол, вы сможете его получить в Вороньей Скале, на острове Солтсхейм. Тогда, когда пройдете квест «Месть не терпит суеты», вы сможете его взять в Вороньей Скале, там, думаю, долго его искать не надо, потому что городишко очень маленький. И, чтобы получить этот остров, у вас должно быть установлено DLC Dragonborn. Вы сможете вот так вот все красиво расположить. Также здесь у вас смогут оживать вот эти вот все манекены, которые тут стоят. Ну, на самом деле, поместье очень крутое, потому что тут есть все, все необходимое. Ну, конечно, много комнат я вообще не использую, честно говоря. Она какая-то гостевая. И жалко, что сюда нельзя привезти семью, например. Жалко, жалко. Ладно. Теперь, друзья, по поводу тоже очень частого вопроса «Как?» Как перименовать предмет? Смотрите, вы находите любую пентаграмму душ. Теперь вам вы должны зачаровать предмет. Это может быть как оружие, так и броня. У меня сейчас свободна броня. На заднем фоне это мой сынок Ванюша, так что не пугайтесь. Все. Любой камень душ, зачарование. Если вы прокачали зачарование до ста, то вы сможете зачаровать на две маги любые. И смотрите, внизу, внизу есть перименовать предмет. Все. Нажали и как хотите. Как хотите, но самое главное помните. Если вы хотите назвать по-русски, то у вас раскладка по умолчанию должна стоять на русском. Если по-английски, то раскладку сворачивайте в игру, переключайтесь на английский, и тогда у вас будет английский. Броня. Ангело. Все. Все, друзья. Еще. Многие, оказывается, не знают, друзья, что камеру во время карты можно крутить, друзья. И часто мне спрашивают, смотрите, вы просто-напросто зажимаете правую кнопку мыши и крутите. Просто ввозите мышку и таким образом можете вращать. Как угодно. Ну, практически как угодно, но тем не менее, это очень удобно что-нибудь рассмотреть. Также вы можете колесиком приблизить, что действительно очень круто. Видно даже кораблик, смотрите, Воронья скала. Вот у нас форт Морозного Мотылька, Тельметрин. И круто смотреть, вот если это возвышенность, то камера все равно отдаляется. А если это немножечко ниже, то вы сможете ближе приблизить. Вот даже корабль тут. Следующий вопрос, друзья, по поводу уровня. 109 уровень. На самом деле, если у вас легендарное здание, то я думаю, сейчас у всех легендарное здание. Это только если самая первая версия Скайрима без DLC или с одним каким-то DLC, без Dragonborn. Хотя, по-моему, если Dragonborn устанавливаешь, этого всего нет. У вас должны быть все DLC, последняя версия Легенда Эдишн или просто-напросто Скайрим Спешл Эдишн. Это который ремастер вышел. Друзья, и вы можете сбрасывать, сбрасывать ваши навыки. Не знаю почему, но мне также за это спрашивают. То есть, если вы докачиваете до 100, любой навык, вы нажимаете пробел и сбрасываете его в ноль. И это открывается возможность, возможность опять его прокачать. Ну, конечно, на высоких уровнях будет тяжело, друзья. Будет пот, если вы, например, там качались, 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 прокачали алхимию до 100. Представьте, представьте, простым способом. Потом раз такие вот и сбросили. Ну, зато это позволяет вам качаться. Повышать уровень, повышать здоровье или магию, или выносливость. И таким образом, расти, расти, расти. Для тех, кто не знал. Для юных, юных скайримовцев. И последний, довольно частый, задаваемый вопрос. Как поставить на билд? Друзья. Да, именно для новичков, почему-то, да даже я, не сразу начал так играть. На самом деле, мне как-то было лень разбираться. Вот, смотрите, вот у вас меню. Любое, хоть оружие, хоть магия. Вы можете поставить в избранное. То есть, смотрите, оружие вы ставите, например, F. Внизу даже пишется, избранное F. Поставили, появилась вот такая вот точечка. И также вы можете выставить все, что хотите. Можно зайти, например, в разное, поставить факел. Можно зайти в пищу поставить. Можно зайти в зелье. Можно зайти в магию. В крики, это очень удобно А потом, вы просто, когда вышли В такой вот, в мир, нажимаете Q, и выскакивает меню Вашего избранного, и здесь Друзья, вы ставите на билд Одиничка, безжалостная сила Вабаджак 3, 4, 5 И так можно до 8, не знаю, почему 9-0 нельзя, но почему-то Нельзя, и таким образом вы быстренько Переключаетесь Хоп, или убрали Это зелья Вау, это какой-то эффект пошел Вау, я горю Это факел А это магия Друзья, пользуйтесь, пользуйтесь Пользуйтесь, потому что эти вопросы Мне задают И если они еще будут, то, друзья, пишите В комментариях, что у Ваньки были Советы для новичков Заходите вот на это видео, и там все Все, самые основные вопросы Хотя их, наверное, намного больше Их намного больше, друзья Ладненько, это все Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал И комментируйте И что вы думаете, почему Почему The Elder Scrolls 6 Все-таки убрали С Википедии Блин, ну почему Почему, ну кому она там мешала Наверное, всех начали бомбить Не только я И все, все, все Начали задавать, наверное, до хрена вопросов И Бефезда, наверное, рванула Ну, ладненько Мы-то знаем Мы-то знаем, что все-таки The Elder Scrolls 6 Выйдет Рано или поздно Все, друзья Пока Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...